Рейнбой Матерфер Образцы для дегустации мы приобрели в крупном Аллатинском супермаркете. Взяли все чаи с надписью «Гранулированный». В Национальном центре экспертиз, на базе которого проводилась дегустация, образцы заварили, поочередно выдержав норму заварки. Две чайные ложечки на ёмкость и время – три минуты. Оценивали эксперты чай по показателям органолептики – внешнему виду, чайного листа, вкусу, цвету, аромату, насыщенности готового напитка. Дегустаторы пробовали и оценивали анонимные образцы. Первым на суд экспертов был выставлен чай индийский «Гранулированный шах». Аромат у него очень хороший, вид у него такой прозрачный, янтарный. Вкус этого образца дегустаторы оценили как терпкий, но маловыразительный. Оценка – 16,5 баллов из 20 возможных. Образец номер два – чай индийский «Осам». Хороший насыщенный цвет, приятный аромат. Однако вкус средний, посредственный – 15 баллов. Третий образец – чай индийский «Гранулированный Липтон». Настой прозрачный, красивый и плохой аромат. И никакого вкуса без вкусный. Такова характеристика экспертов. 13,2 балла. Номер четыре – индийский чай «Индира». Невкуса, можно сказать, ни запаха. И цвет такой бледный. Оценка комиссии – 12,2 балла. Пятый образец – кенийский чай «Чайный двор». Этот образец экспертам понравился только цветом настоя. Остальные показатели – вкус и аромат напитка – эксперты оценили как посредственные и слабые. 13,2 балла. Образец номер шесть – кенийский чай «Жемчужина Нила». Неплохой аромат, насыщенный цвет, однако во вкусе нет чайной терпкости – 15,8 балла. Седьмой чай – кенийский «Симба». Насыщенный цвет, приятный аромат, во вкусе ощущается терпкость. Оценка – 14,7 балла. И восьмой образец – чай кенийский «Пиала». Вкус, цвет и аромат средний – не хорошо, не плохо. И оценка средняя – 14,2 балла. И вот результаты. Скажем прямо, дегустаторы были разочарованы. Мы сегодня дегустировали 8 образцов чая, покупали в одном и том же магазине. Все чаи гранулированы, разные производители. И, конечно, по качеству, по вкусовым иноргонолимическим качествам, они друг на друга как бы похожи. И сказать, вот именно такой вот ароматный чай, который бы ты действительно пошел бы и купил, еще раз повторно пошел бы и купил, таких чаев мы как бы сегодня не обнаружили. Трудно даже выделить какой-то, чтобы он был, можно порекомендовать его как достойный чай для новокласса. Все они отличаются. Ну, неплохим цветом. Это все цвета прозрачные, муки никакой нету. Ну, разные, конечно, они по цветовой гамме. Но, можно сказать, что-то еще в этих чаях по аромату, но по вкусу, ну, просто даже, можно сказать, нечего добавить. Слабые, неинтересные, нету терпкости, нету какого-то вот, ну, какой-то изюминки. Очень ровные, очень средние оценки. Выбрать победителя было сложно. Все чаи одного, и, увы, не самого высокого уровня. Первое место занял образец номер один, второе место занял образец номер шесть, и третье место занял образец номер три. Именно по тем оценкам, которые выставили дегустаторы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова